Будьте долго терпеливы до пришествия Господня. Вот земля, земледелец ждет драгоценного плода, пока получит дождь ранний и поздний. Всегда дается ссылка на вещи обычные, привычные. Почему ей нужно учиться, учиться из всего, что нас окружает. Посмотрите на птиц небесных. Да все время они летают рядом. А ведь интересно, зима прошла, такие глубокие снега, и птица живая, где она пищу вообще берет? И отец заботится о них. И все время, посмотрите, откроет 6 глава 6 стих притча Соломона. Пойди, ленивец, и поучись. Куда? Что за школа? К муравью. И далее, посмотри, пчела, какая маленькая, а плод ее приятен для всех. И для царя, и для простолюдина, я скажу, и для медведя. Все любят. Иди и поучись. Это очень интересно. Потрать хотя бы один час жизни около улья, постой, посмотри, как они трудятся. Пчела умирают в полете. Крылышки изнашиваются. Их жизнь всего несколько месяцев. А муравьи, нет начальника, как все стройно идет. Бог так назначил. Поэтому, поучитесь у земледельца. Нет дождя, все смотрят на небо. Эх, дождик бы сейчас засыхает. И разговор один и тот же. Да кого же грамота агроному? Да был бы дождик, был бы гром. Говорит, ты не нужен агроном. А вот теперь поздний бы дождь. Вот наливается хлеб. Самый сейчас был. Я только об одном разговор. И терпит, да, терпит. А если нет, пропало до следующего года. И так вы долго терпите. И сразу обращаются братья. Я обратил на это слово внимание в первый год, как обратился к Богу. Почему нигде нет братья и сестры? Я нигде про это не считал. Сам, да, 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 ну как бы, Господь дал это. Рукой посчитал в Новом Завете слово братья, где встречается 68 раз. Оказалось больше. А братья и сестры ни разу. Ну явно, что перекос. Почему? Я нашел ответ, что если обращается к кому-то, тот имеет право в ответ что-то сказать. А жены в церквах домолчат. А когда говорится братья, означает братья и сестры. Потому что сотворил их, это одного человека Бог сотворил. К нему и обращение. И когда патриарх пишет, возлюбленные братья и сестры, наш епископ, я вижу, Писание не знает. Только первая фраза, если он говорит сестры, меня не убеждает, Писание он не знает. Просто. Это уже его клеймо, Марка его стоит, что он в Библию не смотрит. И вот говорит долготерпите. Есть слово терпение и долготерпение. И люди, которые ничего не знают из Писания, подметили особое качество Бога. Бог терпел и нам велел. Откуда это все идет? Что надо терпеть. И терпение всегда восхваляется. Это человек терпеливый, лежит и не стонет. Оказывается, и в больнице можно показать терпение. А у другого у него как специальность какая. Вот он и стонет с утра. Со мной лежал один. Раннее утро уже стонет. Такой, что ты так стонешь? Ну и голову не оторвали, ничего нет. Посидел мужик, а у меня и отец так же стонал. То есть у него это наследственно. Специальность такая есть стонать. Жаловаться. Никогда не жалуйтесь. У нас все хорошо. Я всегда записываю в ту группу, где здоровые, и кому хорошо, и где богатые. Ты меня среди бедных в записи не найдешь никогда. И поэтому у тебя всегда будет интересная жизнь. Терпение надо нам. И вот что нам говорит Библия о терпении? Слово терпение встречается в Библии 141 раз. Вот 141 место прочитаешь, уже начнет брежет что-то. А если 34 раза прочитаешь еще, долго терпение. У кого, говорит, не хватает терпения, переключайся на долго терпение. В другую программу заходи. Притча Соломона 16.32. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города. Соломон это сказал не от себя, ему Бог открыл. Человек терпеливый пересидит. Кутузов сказал, что если бы его император не подталкивал на войну, Бородинского сражения не было бы. Я бы и так все это выиграл. Главное отсидеться и переждать. Вот наша эта позиция. Нам был запрет от этого епископа нашего, который вчера был. Три года молчать о русском языке, мы молчали терпеливо. А теперь он даже сам сказал, как он там за упокой что читает, русифицировал многое. Батюшка вчера писал, мы видим, читает по-русски. Терпением Господь наградил нашу общину. Это определенно. И мы сохранили епископа. И видно, что самое лучшее, где он себя чувствует, это у нас. Он даже расправился, по-другому выглядел, поехал-то. И мы нигде не уступили правде. Мы сказали, да, мы то принимаем, за грань дальше не пойдем. И они уже сегодня решают, как. Хотели быстро, снова опять о пяти годах речь. А за пять лет, он сам говорит, может и патриарх будет другой. Терпение, братья, нужно нам. И молиться. А дальше будет видно. Галатам 5.22. Плод Духа. Говорят, духовный, духовность в стране. А вот и проверим, какие качества для духовности. Это любовь, радость, мир и долготерпение. Если у тебя терпения нет, ничего духовного нет. У рожденного свыше сразу же появляется терпение. И быстро научается долготерпение. Яков говорит, пример злострадания. Возьмите тех, которые терпели Ио. Сколько он терпел, их улыни сказал. Мы должны нести с покорностью Иго, которое дарует Господь. Бог, который дал землю, это самый Бога отнимает. Это самый Бог рассеивает. Нет, собрать надо Россию в одно императора, чтобы боялись нас, уважали. Ничего в Писании этого не находим. Терпением. Мы пришли к краху, к развалу и должны терпеливо вынести поношение, как израильский народ. Патриоты погубили все, погубили Иезекию, 70 сыновей. Один пророк Иеремия долбил и долбил в одну точку. Терпеливым надо быть. Идти в плен и молчать. Бог настойчиво советует принять от него лекарства. Бог непременно придет на помощь в свое время, никак не раньше. Никакие помощи, миллиарды не помогут. Мы пришли вот к тому, что есть, это по великой милости. Бог дает нам милость по высшей шкале, потому что он многомилостивый. Посланник Ефессианам 4.2 Павел говорит, со всяким смиренно мудрим и кротостью и долготерпением. О мудрости знают. А как о долготерпении заговорил? А ты проверь себя. Не по-твоему. Гнев, крик, злоречие исчезли навсегда. Если это раз, два, три, терпения нет. Да терпения не хватает. Вот это и плохо, ты и сознался, терпения не хватает. А ты сотвори молитву, опусти глаза. Говорят, надо до ста считать. А ты прочитай молитву Отче наш, Богородице, приди на помощь, покрой меня мопором, преснодевая, и увидишь, как уже отойдет. В ином свете, посмотри, а если бы меня не было здесь, обошлись бы без меня, обошлись. Пройду мимо, не сделаю замечания. Вот здесь твоя и будет мудрость не попасть в эту яму. Конфликт затеял, а вылезти не может. А зачем, может, ты начинал его? Ты кого-то начал обличать, ты знаешь, ты вышел на тропу войны, сразу узнаешь. А это не просто так. Ты просчитай все эти ходы. А терпения не хватает даже просчитать, так сиди и молчи. Посмотри, где мудрость дается. Я вот заметил еще качество в жизни людей такое. Стремятся показать себя мудрыми. Но по вопросам, как они решают, видно, что мудрости нет. Ну зачем ты на равных выходишь там, где мудрость есть? Ты не отклоняйся от пути истинного. В Писании посмотри. Да такие простые вещи я могу решать. Не можешь решать. У тебя прошлое не позволяет. Если жил блудно, не претендуй на высшую шкалу. Благодаря Богу, что Бог остатки разума у тебя не отнял. Рассуждай по полной программе, гляжу. Ты маленько делай поправку на свою прошлую жизнь. Тебе не дано это. А ты напрягаешься, берешься судить о том, что тебе не дано. Мысли сожженные бывают. И это надо терпеливо снести. Да, так. Сказать, это высшая шкала. Я не претендую на большее, Господи. Я благодарю то, что у меня есть. Дай мне принять то, что до меня уже высказали святые мужи веры. Не вноси свои безапелляционные решения. Колоссинам 3.12 Облекитесь, как избранное Божие, милосердие, благость, долготерпение. Вот одежда. Долготерпение облечено мы или нет? А хотелось бы узнать, а что о нас люди скажут? А что после смерти выявится? С терпением проходить это поприще надо мной. Если нет терпения, ты еще не начинал путь. Вернись сначала и выпроси у Бога. А тут написано долготерпение. Это качество христианское. Первое по основным киевам 5.14. Вот заметьте, я считаю и галатам, и христианам. Ко всем церквам. Павел напоминает 5.14. Умоляю вас, вразумляйте бесчинных. Ну, не понимают, как разговаривать со старшими, со священниками. У нас были эти бесчинники. Они отпали, их нет. Утешайте малодушных, поддерживайте слабых, и будьте долготерпеливы ко всем. А то я ему сколько говорил, ну что за люди никак не понимают? Да что это за человек? А вот терпение ты и покажи. А с тобой-то сколько Бог возится? Ты прикинь, первый-то год у тебя что получалось? И во всяком случае, здесь говорят, что вразумляйте бесчинных. Ну, раз, и два, и три. А сколько можно? Пока он живой, пока ты живой. И утешайте малодушных. Ну, все уже. Еще ничего нету. Уже все, побежали образовывать новые какие-то епархии. Мы бросаем, слышу, упоминает ей Лавра, зарубежная церковь. Фактически-то, если бы от нас отнять эти знания о соединении, ничего по сегодняшний день не изменилось. Ничего. Мы молимся, мы благодарим Бога, потому что избрали путь терпения. И верим, что мы не посрамимся. А как, я результат не знаю. Это не моя задача. Ты с терпением уповай на Бога. Первое Тимофея 1,16. Вот дает наставление самому близкому человеку. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут верить в Него в жизни вечной, подобно мне. В пример поставлен Павел. Вот кто-то бы накануне, как Павел, Савв ушел, и сказали, знаете, ведь этот Саввел-то, изверг, да он сам себя так называет, извергом, истребил всех в Иерусалиме. Управа на Него нет. Вот поразил бы его Бог. И, естественно, такая мысль. Она исходила из любящего сердца к своему народу. Изувер какой-то. Истребляет родных евреев, никого не признает. Ну что с ним делать? А долготерпеливые молились. Господи, соверши это чудо. Я просто уверен в этом. Не может быть того, чтобы никто не слышал заповедь Христа молитесь за врагов, за обижающих. Ну не могло быть, что первоапостольской церкви этого не было. За кого нам надо сейчас молиться? За тех, которые потеряли всякое терпение, которые сразу отошли. А как бы они сейчас эти сгодились? Все, которые еще в 2001 году отошли. Много людей отошло, священников. Они сейчас между собой рассыпались на много частей. И отсюда вижу, что нет благословения там. Они перессорились по мелочи везде. Совершенно рассыпались. Мы пока сидим на месте. Мы не знаем, повторяю, что есть. И в этом незнании наша сила. А раз не знаю, я полностью доверяюсь Богу. 2 Тимопеев 4.2 Проповедуй Слово Божие. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Не так, что один раз сказал, отошел. И как сказать? Умейте выслушивать. Я могу уже подводить итог своей работы. Я никогда вот так наскоком не работал. Я работаю очень медленно. Очень медленно. Проходит 5 лет иногда. И я еще ни разу с человека, ну только даю визитку, придите, если хотите на занятия. Наконец вот авария. И человек уже сам из святой воды бы принести. Да мне бы на исповедь попасть. Там уже все было готово. Я медленно, медленно работаю. А не так, ты встретился первый раз и пошел. Сейчас, говорит, второй человеку забил, говорится, мозги отбил. Он больше с тобой никогда и не встретится. Умейте выслушивать. С терпением. Так он говорит, что попал. Ты еще не знаешь. Ты как раз, он открывая свою душу, покажет, где у него больные места, где у него не загорожено, куда везти войска, может быть, надо силу. Присмотреть сначала. Хорошо, что платный телефон-то, кое-кто поменьше будет пустоты говорить. Больше оставляйте на личную встречу. Вот два раза уже мы читаем, Павел к Тимофею обращается и говорит, что будешь проповедовать слово с долготерпением и назиданием. Не так, что проповедовал, устал и некому говорить, все знают. Нет. Настой во время, не во время. Как? С долготерпением. И дальше. Обличай. С долготерпением. Обличай. Сказал он, не принял. Ну и все. Отрезай от себя. Нет. Ты не знаешь, какая там идет работа. Иногда меня осуждают, у вас такая строгость в лагерь, я бы отдала детей, но как послушала. А другая сторона стояла и говорит, а можно я детей пришлю? Я говорю, а почему вы пришли из другого города? А вот как я услышала строго, так вот нас, Тятенко, это отца так зовут, он нас так строго держал, я поняла, что здесь истина. На всех не угодишь. Она поняла, что если вы с терпением и никого не отталкиваете, это там вы научите добру моих детей, а то они уже от рук отбиваются. Поэтому ни под кого не надо подделываться. А я его накажу, он из дома, ребенок убежит, а это не моя задача. Господи, ты мне сказал, я сделал, а последствия ты берешь на себя. К евреям 6.12. Дабы вы не обленились, но подражали тем, кто верою и долготерпением наследует обетование. А кого мы можем вспомнить таких? Давида. Какое он терпение показал, когда его семей сын Геры поносил? А как? Сам Господь повелел ему. Может быть, призрец? Какие хулы он на меня говорит? Ты с первого человека начни, и таких людей ты найдешь. С каким терпением некоторые трудились? Они вошли в историю. А которые в один день желали получить свободу и все желаемое, они ничего не получили. Я говорю, что ту свободу, которую нам дал Бог, мы ее сохранили пока по сегодняшний день. Нас он ни в чем не зажал, епископ. Главное, мы его не огорчили, он уехал в хорошем настроении. Он молится за нас, не думая о себе высоко, по мысли. Сколько вы получили благословений вчера. И за него молитесь. Ему очень и очень тяжело. Он фактически восстанавливает то, что разрушал. А Павел говорит, этим я делаю себя преступником. Он под этот стих прямо попадает. А мы еще не знаем, что дальше будет. Где он будет, епископ. А может он у нас останется. Я определенно говорю, не будь его, общинного не было. Она не состоялась бы. Мы трудились до него в московской патриархии. Я был более молод. Были хорошие помощники. Мы их никуда не могли привезти. Мы их возвращали завтра туда. А они их разлагали. Патриархия не потому она незаконная или безблагодатная. А потому что само ее возникновение незаконное. Ее сотворили вот это руководство Сталин с Берии. И поэтому этот дух лжи, дух предательства, он буквально везде у них царствует. Непрерывная ложь идет. Им у нас никуда люди. Приходили десятками. То есть столько было людей и никого нигде нет. Общины нет. Я их не могу никуда призвать больше. Побыли у нас, позанимались. Три раза в неделю на дому только занимались. По два часа. А куда идти? Завтра опять в храм. Я не могу от храма оторвать. Я сделаю их сектантами. Я веду туда и попы травят против. От меня их отвращают. Я сегодня только причащался. Человек подходит и говорит, я хотел его пойти к вам. Ну как батюшка благословит. Ну иди к нему. Я у него причащался. Сегодня он мне давал причастие. Она подходит к нему что-то. И когда тебе не ходи, он баптист. Совершенно бессовестная. Наидосочайшая подлость. Эти люди умерли, священники. Как Бог рассмотрит? А если бы доверились Богу? Мы доверились Богу. И Бог по нашему терпению позволил. Ну вот видите, мы все вместе единодушны. Я вам постоянно говорю. Не будет епископа, мы просто будем еретики и сектанты. А на кто будет епископом, не знаем. Это тайна. И об этом надо молиться. Проще все. А я пойду в греком, старостильном. Ну блудить умом можно везде. Куда угодно. Иди к старобряцам. Я говорю, на 3 метра ниже ила еще. Погрузить. Это нам нигде не дадут. Ты будешь не тот. Те люди у нас, которые были, без терпения проводили учреждения. Они замолкли. Первые дни еще даже позвонили. Говорят, а у них проповеди нет. Откровение какое. Ничего нет. И они там себя так ведут. Нет. Там царствует гнев. Их сразу посадили на место. Все. Больше они нигде не возникли. Там не позволят выступать против священника или что. Они кулаками действуют. Кулаками. И за минуту печенки отобьют и говорят, и селезенки. В буквальном смысле. Драка. Епископ не так. Свалили епископа от холошмателя и все. Вот куда ты пошел. А у нас-то. Посмотри, как ведет себя священник. Он с нами. Епископ. Гладит. Ласкает. Оцени это. Евреям 6.15. Авраам, долго терпев, получил обещанное. А что он получил? Дитя. Получил его в предзнаменование. И как дальше все пошло. И Бог Авраама открылся. Никто бы и не знал, как Бога звать. Бог Авраама. Бог Исаака и Иакова. Он долго терпел. Терпел десятилетиями. Обещал Бог. И ничего нет. Год за годом идет. Но еще была надежда. Может быть, Сару говорил. А когда Сару говорит? Все. Мне уже матерью не стать. Я прекратилась обыкновенная женская. Да что же Бог сказал? И долго терпел. Не прогневался. Не сказал худого слова. И вдруг Бог совершает такое чудо. Сухой ров произрастил виноградную лозу, раскинувшую ветви по всей вселенной. Третье ездры. 7 глава 33 стих. Придут беды. Пройдут беды. Придет время. И окончится долго терпение. Сегодня Бог долго терпелив и много милости. Вот это исчезнет наименование Божие. Кончится долго терпение. И взывать будет бесполезно. А сегодня мы все можем поправить молитвой к Богу. Сирахов 3.4. Все что не приключится тебе принимай охотно. И в превратности твоего уничижения будь долго терпелив. А вчера было так. Вдруг на работе начальство против тебя. Родственники, близкие, сноха, сын глухо тебе не дают. Будь долго терпелив. Бог знает что-то лучшее. Ты меньше будешь ответственен. Ты не сам их бросил. Они тебя не захотели. Поэтому ты свободен. Отныне Павел говорит я чист. Вы меня приняли, я иду к изыщникам. Я заботюсь только об одном, чтобы родным евреям дать слово Божие. А вы меня гоните. Отныне я иду к изыщникам. Все. И меня Бог не спросит, почему они не обратились. Потому что вы меня выгнали. Вы не хотели. Лука 21.19. Терпением вашим спасайте души ваши. Вот такое качество. Кажется и незаметное. А она ежедневно и всегда. На каждом шагу терпения. Не получается. Заново начинай. Почему он и сказал. Земледелец ждет. Ян Затавус его берет в пример. Вот представьте. Не урожай. На следующий год все вы земледелецы сказали. Не урожай. Сеять не буду. Нет. Опять сеет. И опять засуха. И последний. Последний. Продает. Покупает. Нам бы только семена набрать. Посадить. Смотришь на третий год. Урожай все покрыл. А если бы сразу махнул рукой. У нас ничего не получает. У нас тоже не получалось. С университета выгоняли. А сегодня видите как. Мы были у проректора. В пятницу. И теперь болеет ректор. Он уходит. У них до семидесяти лет только. Можно пост занимать. А там другой. Я уже прошу. Хорошо знакомый проректор. Я говорю. Как бы мне познакомиться. Хорошо сделаем. Помолиться. Если новый ректор будет. Его звать Олег. Если Господь благословит. По сегодняшний день. Видите. Это не день не два. А шестнадцать лет мы уже там находимся. Шестнадцать. Шестнадцать лет. Это благословение. Явное благословение Божие. Что все руководители. Все расположены. Послание к Римлянам пятнадцать четырес. Терпением и утешением. Из Писании. Сохраняем надежду. Если кто не знает. Где брать терпение. Из Писания. А как я вот почитал. И что терпение прибудет. А ты примеры увидишь. Посмотри. Вот Павла посадили. А все таки. Длинный ящик был. Два года сидит в приторе. Суд. Сегодня год. И во всех гостях пишут. Год без суда провел. Плохо. Что и год. Ну продляет. Они могут продлять бесконечно. Наконец везут его. Он четыре с половиной года пробыл. Пока добрался до суда. То есть это тоже была у Лакита. И он пользовался. К нему приходили. Он свидетельствовал. Писал послание. Чуть не половина послания оттуда пришло. Ты пользуйся моментом. Что у тебя есть сейчас. Оцени это. Апостол Павел говорит так. 2 Коринфян 12.12. Признаки апостольства. Оказались перед вами всяким терпением. Признаки нашего христианства пусть перед людьми явятся и в терпении. Что бы где ни говорили, судят на счастье, никогда не прислоняйтесь к этому разговору. Отойди в сторону. А нам не ползают. Да ты видишь, жить невозможно. Пойдемте на митинги. Нет, я должен терпеть. Я не пойду на эти митинги. Никогда вот эти демонстрации. Не ходил и никогда не пойду. А то почему? Да ничего этим, во-первых, не сделаешь. 2 Фессалнехисом 1.4. Хвалимся в церквах терпением вашим. У Фессалнехисов было особое терпение в гонениях. И апостол Павел, проповедуя в других общинах, говорил. Вот посмотрите в городе Салуне. Ведь там разгромили почти все, ничего нет. Тысячи ров пересажали. А они терпеливо переносят, идут свидетельствовать. Чтобы о нас сказали так. Мы терпели до конца, до 17 мая. А дальше будет видно. Скажем, немного осталось. Да и в жизни-то нашей немного осталось. Послание к евреям 12.1. И почему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем запинающий грех и будем проходить предлежащие нам поприще с терпением. Облако. Как капелек. Сколько же много людей, которые показали образец терпения. И их нужно, знаете, из Писания, из житей святых. Иногда в нашей жизни встречаются. Я смело могу обратиться к образу матери своей. С каким терпением она проходила свой жизненный путь. Отец инвалид без руки. Десятеро ребятишек. Дома почти не приходится бывать. На ферме. В день, два, три раза подоить 12 коров. А ночью очищать зерно. И там они крутят эти машины. Руками крутили вдвоем клеветоны. Упадут на ворох-то. Часа полтора, но утром опять бежать на дойку. Какое же терпение люди показали в войну. У нас примеры очень близкие. И вы что перенесли здесь, старое-то поколение. Вы, молодые, смотрите на них. Если вам эти беды сегодня к вам подойдут, вытерпите, нет. Что-нибудь не так случится. Я ухожу в московскую патриархию. Да играли с этим. А теперь хожу и хочу уже на аркаде тянуть туда. Раньше была угроза такая. А у вас если такие каноны, да, отлучают, а человек уйдет. Я стал искать специально. Было такого, никто его не знал. А ведь отлучали-то на 18 лет. Вот какие были эпитемии. И даже я один раз встретил почти до 30 лет. Это половина жизни. А кто-нибудь уходил? Его ловили? Нет. А где? Стояли в притворе и плакали. Плакали. Я не знаю, эти эпитемии, такие длинные, но для чего-то они есть. И подыгрывать никому не надо. Если терпения нет, а он уйдет, да он и не нужен, раз самого главного качества не было. Он через эту эпитемию, он себя и проявил. Итак, молясь сегодня, и мы скажем, Господи, дай нам долготерпение, как земледельца. Мы сеем в городе, ходим по домам, свидетельствуем, и не трогается с места ничего. Помоги, Господи, в терпение нести это поприще. Еще есть время. Помогите расклеить наше объявление. Потому что эти сознали, что они специальные отряды выступили, своих, говорится, боевиков, патриархийно срывать, заклеивать под благовидными причинами все наши объявления. Мы даже было такое, ловили их прямо здесь. Он стоит и скоблит. Кто послал, узнали священника, ну крепко так зажали его. И он сознался. Мы с терпением будем делать. Они содрали у нас 500 объявлений, а мы повесили тысячи. 500 это тоже много. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok